Аня Танечка, дорогая моя, мне уже 20 лет больше 20 От мужиков отбоя нет Держись меня, подруга, не пропадешь? Конечно, Ань, тебе легко говорить, ты такая красотка Все мужики, как тебя увидят, на меня даже и не смотрят Потому что ты страшная Аня, мы уже тут целый день сидим И ни одного мужика, мы так никогда мне мужа не найдем Так и быть, откройте, маленький секрет Это духи с пирамонами? Лучше Это борщ с салом Фу, Фу, Аня Фу, воняет Это чеснок, дурында Мужики с табелями будут падать вокруг тебя Какие мужики тут, ни одного мужика? Здесь в кафе всегда есть стопроцентный вариант Какой? Официант! Да, да, здравствуйте Пожалуйста Меня зовут Игорь Какой Игорь хороший Игореша, посоветуйте что-нибудь молодой, но очень неопытной девушке, которая ищет любовь Вы о себе? Нет, я о своей подружке, дурнушке Танюшке Ой, боже мой, я не сразу заметил Ну вы знаете, я бы посоветовал шампанское и бутерброд Хотя в его случае лучше водочки Действительно А что вы порекомендуете мне на горячее? Кипяток Хорошо, я беру кипяток Ну как он тебе? Ну ничего такой нормальный Нормальный Аня, ты такая опытная А почему ты взяла кипяток? Потому что все остальное здесь дорого Пожалуйста, ваш заказ Пожалуйста Пожалуйста Какой милый мальчик Ваш кипяток Спасибо А какой он горячий Вы грели его своим сердцем Игореша Что бы вы посоветовали девушке, которая хочет жениться на официанте? Это моя подруга Таня Она очень хочет жениться на официанте Быть замуж Быть замуж Извините Все-таки мужская сущность Она Аня Сейчас я вернусь обратно Игореша А моя подруга Дурнюга Танюша Хочет выйти замуж за официанта Это ее мечта Вы знаете, мы так с ней похожи У меня тоже когда-то была мечта выйти замуж за официанта Но у нас кафе Это запрещено Так, Таня, пошли отсюда Аня Куда пошли? Я же не официант На мне-то ведь можно жениться Это не вариант Почему? Он нормальный Такой нормальный Это наш конкурент Как, Аня? Пошли, брызгайся борщом Брызгайся борщом Пошли, Гарри Пошли, брызгайся борщом Аня Я такая страшная Я ни мужа не могу себе найти Ни работу Знаешь, что мне в трудовой написали? Что? Страшная С ними не поспоришь Всю правду написали Тебе легко говорить, Ань Ты красотка А знаешь, что, подруга? Давай замутим бизнес Страшная подруга на прокат Девушки будут тебя брать И на твоем фоне выглядеть великолепно Аня, ты такая умная Видимо, весь мой ум и красота тебе достались Ну вот видишь, впервые твой минус превратился в твой плюс Малышка Я уже объявление подала Да А вот и первый клиент Я слышу Здравствуйте Здравствуйте Я по объявлению Мне нужна страшная подруга Вы по адресу Ну и где она? Ну вот же она, посмотрите Ой, боже мой Ой Ой, какая она страшная Ой, у меня чуть сердце не остановилось Я сама 10 лет привыкала Кошмар какой Я вам сразу скажу Я доплачивать не буду за эту страхолюкину Ой, что вы Вам как первой клиентке скидка Ой, как хорошо Вы знаете, я иду на свидание Я думал, что у меня вообще шансов не будет А сейчас смотрю, у меня есть все шансы Ну конечно, посмотрите на нее Да, можно мне посмотреть, как она рядышком со мной будет смотреться? Можно вас? Ну посмотрите, ну как? Ой, какая вы красивая А как ножки, ножки как у меня? Боже мой, ваши ноги идеальны На фоне ее корявых ног А можно мы пройдемся с ней немножко? Пройдемся Хорошо, да? Просто неотразимую А сколько стоит? 5 тысяч в час Вы что, с ума сошли? Это же дорого Что тут дорого? Вы за первое свидание все отобьете Поймайте олигарха и будете всю жизнь купаться в золоте Ой, ну хорошо убедили Пойдемте, женщина. Вы же женщина. Пойдемте. Я вас жду на остановке. Денежку возьмите. Аня, Ань, только ты меня из кафе забери. Ладно? А то я даже машину не могу поймать. Меня таксисты пугаются. Танечка, дождешься утра и уедешь на КамАЗе. С гастарбайтерами. Хорошо, Аня. Аня, пойдем отсюда. Ничего у нас не получится. Просидим тут, и как в прошлый раз, на меня никто не посмотрит. Хватит вспоминать прошлый раз. Кто знал, что это общество слепых мужиков? Аня, зачем я эти сапоги длиннющие надела? Чтобы мужики думали, что ты любишь рыбалку. А зачем ты мне сумку дала? Зачем мне мяч футбольный? Танечка, все мужчины любят футбол. Ты знаешь что-нибудь про футбол? Ничего не знаю. Тогда запомни просто одну фразу. Игнашевич Дзюбу. А что это? А я сама не знаю. Игнашевич Дзюбу. Но это действует всегда. А это мне зачем, Ань? Господи, будешь сидеть вот так вот делать перед мужиками. Вот так вот. И они попадутся на твою удочку, понимаешь? Только не надо вот так вот делать. У многих мужиков возникнет комплекс. А водка зачем? Водка зачем? Для храбрости? Водка это твоя косметика. Наливаешь в мужчине и красивеешь. Аня, а газовый баллончик зачем? А, это чтобы не приставали. Господи, какая ты глупая. Кто к тебе будет приставать? Ты посмотри на себя. У вас там будет тысяча баб и один мужик. Вы будете биться за него. И в этой битве любое оружие пригодится. И главное, запомни, Танечка, для мужика главное туфли и часы. Я ничего не понимаю ни в часах, ни в туфлях. В твоем случае просто пусть он будет в туфлях и в часах. Ань, а зачем ты на меня елочку автомобильную повесила? Господи, почему я тебе должна все объяснять? Мужчина, когда чувствует знакомый запах, он расслабляется. Лучше я тебе повесила бы желтого полосатика. Это вообще лучше, чем феромоны. Идет. Приготовься. Я чувствую, идет. Идет. Мужик, ботинки есть? Водки будешь? Покажи свой спиннинг. Аня, я что-то не так сказала. Наступай! Полосатика надо желтого? А ты мужиков лысых любишь? Лови его! Пока не ушел! Субтитры создавал DimaTorzok